вот наши грибочки тут и маховики и подосиновики общий вес мы взвесили 5 кило 100 грамм значит сейчас мы все перемоем перечистим и самые классные вот такие вот светленькие крепенькие у нас пойдут на маринад а те которые помягче шапками и постарше днями возрастом они пойдут у нас на сковородку вот такие у нас будут дела все мы сортируем грибочки сразу одновременно моем и откладываем хорошие на мариновку не очень хорошие то есть уже старенькие взросленькие на сковородку если у грибочков отделяется вот так вот параносица можно просто-напросто снять смыть и получается такой гриб и складываем его дальше две кастрюли уже готовы честно сказать я не знаю куда складывать остальные потому что тут еще достаточно грибов вот покажи покажи вот две кастрюли которые мы будем мариновать вот это вот на зажарку ну и вот еще здесь вот еще здесь у нас грибочки которые мы досортируем домой и будем разбираться что с ними делать наконец-то вот одна кастрюля с грибами которые у нас будет идти на маринад вторая кастрюля с грибами которая у нас пойдет на маринад и вот хозяйскими руками грибы делятся на части и закладываются в эту кастрюльку а вот эти вот сейчас мы их будем жарить но перед тем как жарить их мы проварим буквально пять максимум десять минут для того чтобы лишние вот остатки там не знаю земли там травинки которые еще не бы не были смыты в момент промывки грибов чтобы они просто-напросто выпали с этой водой и ушли и тогда мы будем их жарить уже на сковороде с лучком вот смотри какой красавчик мой какой красавчик будем жарить их с лучком и будем их поедать а пока у нас идет сортировка грибов и подготовка их к варке мы немножечко побалуемся каберне савиньон а вот это главная охотница за грибами да да пятак твой ненасытный за грибами охотница охотника за грибами бабаня скажи всем привет скажи всем привет бабаня скажи что-то там в лесу сегодня встретил парасольки видела видела парасольки черные опята видела видела молодец вот подготовка уже заканчивается одна кастрюля уже на плите это которые для маринада 2 кастрюля это которые грибочки у нас для сковороды и 3 кастрюли вот тоже у нас будет здесь второй заход на маринад баночка в которую будут идти только маленькие грибочки а вот это двухлитровая баночка в которую у нас пойдут другие грибы но если у нас не хватит места то мы тогда используем еще одну баночку может быть на полтора на два литра вот так получается просто выходной день сходили за грибами и в лесу отдохнули воздухом подышали с пользой для дела с пользой для собаки вот она лежит здесь на полу устала бедная злобака ходила искала грибочки тоже до парасольки находила пороховики находила если я не говорил повторяюсь пороховики это наши с детства знамые всеми грибочки когда мы находили их ждали что они созреют и потом стучали по ним ногами чтобы они взрывались как порох так вот у них двойное название помню из нашего детства пороховики вернее дождевик превращающийся в пороховик здесь же в германии в баварии они называются повест они маленькие они бывают разных видов есть коричневые и внутри они черные но эти с пароносицы у них еще не созревшие и есть полностью белые растут на альпийских лугах в альгоре там грибочки но килограмма по полтора по два это я когда такие грибы увидел я сам был в шоке их действительно жарят как шницели все первую воду воду мы сливаем с грибов мы отваривали с луковицей вот она белая это значит покажи нам грибочки это значит что среди грибов не оказалось ни одного ядовитого гриба сейчас я чуть-чуть промою зальем еще раз водой максимум полчаса мы их отварим и потом будем закладывать их уже в маринад в маринаде отварятся они 10-15 минут и закатываются в баночки так что к пищевому кризису так и к экономическому мы готовы кипят кипят грибочки кипят грибочки хорошие это уже промытая вторая вода а это который у нас для сковородки кипят грибочки и так вот у нас грибочки для сковородки сковородка вот сковородка на эту Мы не будем использовать оливковое масло Мы возьмем обычное рапсовое масло Потому что, во-первых, оно, рапсовое масло, по жирности намного, скажем так, полезнее для организма То есть оно содержит в себе намного меньше растительных жиров, чем обычное растительное постное масло И для тех, кто следит за своим здоровьем, старается соблюдать всякие диеты Рапсовое масло, если его использовать постоянно в пищу, при готовке, при варке и так далее Оно снижает уровень холестерина в три раза в течение года Можете проверить Сначала сходить к врачу, сдать анализ крови на холестерин и так далее, общий анализ А потом через год прийти, если вы начнете использовать только рапсовое масло в приготовлении пищи Через год вы можете пойти провериться опять у врача, сдать анализ крови И вы сами убедитесь в том, что, увы, старый голландец вас не обманул Вот, пожалуйста, у нас грибочки уже готовые к засыпке в банку с маринадом Это белые, благородные грибы, потому что вот луковица, которая варилась с ними дважды И, как вы смогли заметить, эта луковица не изменила свой цвет Это говорит о чем? Это говорит о том, что действительно грибы благородные На одном видеоканале я слышал, что утверждают, что боровики, маховики и особенно вот эти вот подосиновики Что особенно подосиновики являются грибами третьей категории Так вот, первая категория это белый гриб, боровик, маховик, масленок, подосиновик, подберезовик Вторая категория это грусть, свинушка, лисичка, рыжик Третья категория это парасолька, опята и им подобные То есть, кто-то утверждает, что грибы эти разделяются по категориям чисто по качеству вкуса Но, как я помню еще курса природоведения со второго класса советской средней школы Эти грибы подразделяются по пригодности применения в пищу То есть, если вы не умерли, значит вы будете жить дальше и есть грибы Ну а если вы умерли, то советы вам уже не помогут А вот наши грибочки в сковородочке в соусе бешамель Для тех, кто знает, что такое соус бешамель, мы говорить рецепт его не будем КОНЕЦ